всем привет из Франции самое наилучшее пожелание ну сегодня если получится сниму видео если нет ну если Миленочка не даст она у нас хорошая девочка прибежала к маме ой ты хорошая замурзанная покажись какая ты замурзанная хотела поделиться некоторыми впечатлениями даже не знала я приболела немного вообще сегодня день у меня очень такой нервный я бы даже сказала очень неудачный во первых как только я проснулась я поняла что у меня ангина затем второе приехала бригада разбирать ну вот эти все все что здесь нужно будет убрать чтобы земля была чистая покосить траву и так далее и я ушла в дом ну в тот дом и когда я пришла они выкинули то вывезли на мусорку что нельзя было выбрасывать расстроилась конечно но не это меня сильно расстроило потому что я уже пришла в жутко расстроенном состоянии сегодня пошла я хотела сделать некоторые работы там и увидела что на кухне вот эта фаянсовая плитка которая возле мебели резетки все вывернутые и не хватает одного ну как этого прямоугольничка плитки и я сначала была в панике я не поняла почему вообще все в таком состоянии но потом пообщавшись с мужем он мне объяснил что когда укладывали эту плитку ну кафельную плитку как она фаянс она здесь называется то плиточник он сделал ошибку и для розеток вырезал мы купили двойные розетки их там 4 штуки получается и накладка на них сверху вот эта вот декоративная она тоже идет на 4 штуки и если вырезать а он вырезал квадратиками нужно было полностью прямоугольник вырезать ну в общем муж сказал сделал замечание и наш работник он просто-напросто все это отодрал вывалил эти розетки и положил заново фаянс но проблема вся в том что ну не в том хорошо что он переделал все хоть мы и купили с плюс больше чем положено декоративной плитки но как оказалось не хватает одного кусочка и не проблема что если бы эта плитка была как бы продавалась в магазине что-то и поехал купил и как бы заменил и все проблема в том что именно декоративная плитка она как бы эксклюзивная шла и ее нужно заказывать непосредственно через магазин на завод изготовитель завод изготовитель находится то ли в испании то ли в италии я уже не помню то что разных фирм покупали плитку и ждать доставки этой плитки тоже нужно некоторое время минимум месяц затем естественно одну плитку нам никто не подаст очень красиво и ждать придется длительное время и придется еще покупать не одну естественно вот этот прямоугольник не одну штуку единицу а целую коробку поскольку если бы это было во франции она как бы ты можешь заказать одну штучку декор он дорогой он продается поштучно а если из-за границы а если это из-за границы то естественно доставлять одну единицу они не будут как бы это тоже проблема ну как проблема финансовая придется больше опять заплатить и потом куда девать все остальное вот это меня конечно расстроило очень очень сильно поскольку ну как бы вот это все оно тормозит работы и еще я только сейчас опять же заметила что выключатели розетки сделаны у нас специальные выключатели короче они ну не знаю наверное сейчас уже у многих такие есть нажимаешь он сам отключается сам выключается не знаю как это объяснить в общем и разница между вот они же должны возле как прикроватные быть и разница я не знаю как электрик это все делал он уже давно у нас не работает и он ошибся опять на восемьдесят сантиметров в общем если там стоит климатизацион и нельзя повесить бра на стену потому что она не влазит туда сильно близко возле вот этого вот кондиционера и теперь придется опять заново делать дырки в стене и заново протягивать кабеля чтобы делать или оставлять так и не вешать да 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 машери и придется вот это все переделывать или как или что ну в общем я не знаю казалось бы практически все время то я то муж там находились и все равно вот какие то такие моменты происходят что где-то постоянно что-то не так не знаю может наверное это у всех кто строится но самое интересное то что как бы ну еще одно это то что вот я никогда не думала что мне будет грустно уезжать отсюда как бы я настолько всегда хотела переехать и этот процесс так затягивался и вот сейчас когда я вижу что нашли мы хозяина для нашей курицы последней короче последняя курицу забирают завтра приедут люди чистить бассейн спускать воду разбирать курятник ну в общем в общем клумбы мои разбирать и так далее ну в общем заниматься ландшафтом и как бы я вот сейчас вот только начала понимать что здесь будут жить другие люди не мы и что ну вообще как то вот все так очень грустно вообще не представляю как вот люди снимают жилье и вот мы переезжают с одного места на другое я вот к дому именно к месту очень привыкаю и честно скажу я не ожидала мне даже кажется вот мое самочувствие сегодня вот даже оно ухудшилось именно физическая вот эта ангина именно вот на такой вот психологической грусти потому как ты если испытываешь положительные эмоции то конечно ты даже и выздоравливаешь поправляешься быстрее а вот если ты так ну переживаешь я честно скажу не знала даже такого чувства что оно появится даже не думала как то ну не знаю я то ли так занята работой была что там делать 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 надо то ли как то ли что ну не знаю очень я в таком могу сказать даже подавленном состоянии да моя маленькая да моя хорошенькая нашла мои камешки стеклянные я вот ей разрываю и даю в общем на на хорошая моя бриллианты и вот такие вот у меня чувства такие ностальгия какая-то не знаю даже хотя ну в принципе вот честно наверное легче переезжать из города в город вот потому что как бы ты не видишь это место и вот я помню что как вот я в детстве жила у бабушки до школы а потом переехала аж к родителям потому что школа ближе была и в садике я не ходила у бабушки я была и вот у меня все равно все равно как то после школы ноги даже сами несли вот на это место что не знаю может быть здесь будет даже то же самое не знаю хотя не знаю не знаю посмотрим я уже думала что все до этих выходных мы полностью переберемся но нужно будет завершить вот это все потому что мы окончательно решили что раз уж столько мы ждали то переезжать будем уже в полностью готовый дом ну не исключено что там где-то какие-то подкрутить эти лампочки вставить какие-то люстры повесить это уже естественно после переезда но все строительные работы уже должны быть ну по максимуму завершены поэтому не знаю наверное на этих выходных не закончим переезд наверное не закончим ну вот так вот я нанылась сегодня все могут сказать абсолютно справедливо что видео у меня сегодня я ною ною и ною и никакого позитива и так далее ну что ж прошу прощения просто настроение такое ну не то что так сказать паршивенькое а такое вот ну грустно мне короче говоря грустно ладно всем большое спасибо что вы были со мной не грустите и до новых встреч пока пока пока